В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 8 мая 2018 года. По одному из старинных 27-й день месяца пассива на реченье 7106 лета. Зачем понимать взаимодействие материального и духовного миров? И это тема сегодняшнего эфира. И у нас автор, отдувающийся по этой теме во второй части, Вадим Мосин. Отдувается вот почему. Потому что вопросы пришли. Вот давай теперь ответим за каждое слово, произнесенное в первой части. Итак, Владимир Кирюхин задает тебе вопрос. Здравия! А чей перевод Велесовой книги посоветуете? Гнатюк В, Гнатюк Ю. Оформление ООО «Свет-2013» год. Гнатюки. Понятно. Идем дальше. Леля Кэрол. Вопрос в эфир. Вадим, вы упомянули, что страна находится в оккупации. Расскажите, пожалуйста, подробней об этом. Благодарю. Существует официальный термин «оккупация». Чем он вводит людей в заблуждение? Считается, что оккупация – это когда войска заходят на территорию противника. Вернее, на нашу территорию зашли войска-агрессоры. На самом деле всё намного сложнее. Так было до второй половины XX века. Развитие информационных технологий. Окупация приобрела иные формы и иное значение. Но, смотрите, образование, допустим. Меняется мировоззрение коренных народов в обязательном порядке. В настоящее время войска противника на нашу территорию не зашли. Но зато, если мы посмотрим, идеология, которую нам навязывают мировоззрение, мировосприятие и мироотношение, это три составляющих, из которых складываются действия души, они не соответствуют мировоззрению коренных народов. Ну, что является, скажем так, эталоном? Заповеди в славяно-арийских ведах. Вот там написаны правила поведения, которые нужно соблюдать славянам, всей группе народов, да и только славянам, а всем народам белой расы, которые необходимы. И там, кстати, нет ничего такого, что являлось бы экстремистским и содержащим элементы ненависти, вражды разжигающей и так далее. Вот это заменяется иной системой мировоззрения. Причем это поощряется через центральные каналы. Ну, об этом много сказано, как-то, знаете, уже говорить неохота. Вот эти все передачи, которые там первый, второй, третий каналы НТВ показывает, там плюс дом 2, ну и так далее. Поощрение издания целого ряда книг, произведений, в том числе и детских, реклама. Реклама – это информационное оружие. Как это работает? Ну вот смотрите, если мы сейчас проанализируем, что вам показывают каждый день, это связано с разложением и с низкими вибрациями. Почему? Туалетная бумага, подмышки, еще там какая-нибудь хрень, зубы, кровотечение и так далее. Для чего это нужно? Дети смотрят, это для детей делается. Ребенок это все впитывает, он сидит, раскрыв глазенки и рот, смотрит на эти 15-20 секунд образа, который формируется там, и текст. Это у него откладывается в голове. Плюс, там еще говорится так, что преподносится такая идея, что радость или чувство единения в семье – это когда ты жрешь там какую-нибудь лапшу быстрого приготовления или еще чего-нибудь из этой серии. Понимаете? И смещаются понятия чувства единения, радости и чувства удовлетворения, голода. То есть все переводится на первую, вторую, третью чакру, на работу, собственно говоря, из людей делают собак палуба. Так вот. Финансы. Принадлежат финансы? Управляет ли Россия своими финансами? Государственные институты? Нет, не управляет. Принадлежат ли богатства страны ее народу, народам, коренным? Нет, не принадлежат. Но отсюда мы делаем вывод какой? Если это все утекает третьим лицам, если армия при этом бездействует, ну, собственно говоря, оккупированным или нет? Я полагаю, что оккупированы. То есть сейчас вот такой период, это началось при гражданины Горбачевы, когда ребята поняли, что дешевле подкупить десяток другой высокопоставленных чиновников и через них начать решать вопросы внутри страны, разваливая систему, чем вести войну в горячей ее стадии. Ну, так оно и оказалось. Заплатили им небольшие деньги, дали возможность там войти в мировой бизнес. И на выходе мы получили оккупированную территорию, где уничтожаются коренные народы. Все. Это делается тихо. На Украине это делается в более проявленном варианте. Но мы идем по тому же самому пути. Вот, собственно говоря, и все. Просто форма оккупации сейчас без присутствия иностранных войск. Эту задачу прекрасно решают социальные паразиты, к которым я отношу вам просто предыдущую передачу. Надо там в архиве посмотреть, там схемки приводятся, как-то все дело делается. Ну, сейчас повторюсь по моей теории, которая подтверждается, собственно говоря, исторической практикой. Социальный слой военных должен быть на вершине государственной пирамиды. И вся номенклатура вышестоящей должности, ключевые, должны формироваться только из этой среды. Подбираться. А не какие-то случайные люди. Вот. Для чего это необходимо? Чтобы исключить проникновение в среду управленцев, случайных людей. С моей точки зрения, военные ну, как бы имеют право приоритетов по следующим соображениям. Они выполняют функцию защиты, она является самой важной в истории государства, не в истории, точнее, а в функционировании государства как машины. И для защиты, для выживания вида. Почему? Ну, потому что, если вы очень умный и произведете какой-то продукт, у вас его отберет более агрессивный сосед, еще и он вас заставит работать на него. Поэтому, мало быть умным, надо еще быть сильным. И сила всегда это совокупность трех качеств. Это ум человека, воля человека и оружие, которым владеет человек и может его применить в случае надобности в соответствии со своими принципами. Принцип очень простой, в ведах он расписан был очень простым. Не нападай на других, если враг пришел на твою землю, защищайся и уничтожай врага безжалостно. Но не трогай женщин и детей. Вот и все. Ну, поскольку, поскольку эти все принципы были нарушены в начале 20 века, мы получили войны в другом качестве. Генералы всегда готовятся к войне прошедшей. Они в бункерах сидят и ждут, когда же там американцы придут. А граждане кочевые, которые контролируют прессу, пресса же контролируется не коренными народами, вы видите картину, вам рисуют картину, что вот Америка вот-вот нападет. Вот-вот нападет. И периодически там статьи всплывают на этот счет, а обыватель сидит, который там привык всю эту лапшу слушать, с ушей не снимает, и думает, ай, как плохо будет. Он не понимает, что эмиссары той Америки или того же Израиля сидят у нас уже вовсю и руководят и пишут законы. Перечитайте сейчас, как это все появилось. С 2008 года в Израиле разрешено у нас с Израилем безвизовый въезд, а эти ребята сюда шастают, как все домой. Гражданин Кедми там появляется. Гражданин Кедми это очень опасный человек, где Кедми, там жди обязательно потрясений. А он дифирамбы тут всем поет. То есть он дурачков усыпляет для того, чтобы они радовались своему величию. Вот те ребята, которые пишут информационные всякие статьи для коренных народов, они прекрасно знают качества, присущие народу. А одно из таких качеств это вот славянам нравится, когда их хвалят безмерно. Отчасти это на Украине используется в славянской среде, и отчасти это используется вот здесь у нас. Такие мы сильные, могучие, Россия, Родина, слону. На самом деле это не так. Нас все боятся. Ну, может и боятся, кто его знает. Но пока у нас ядерные ракеты на боевом посту, над нас явно никто не нападет. Но через смену поколений, когда через два поколения придут офицеры, не знавшие войн, не умеющие, не понимающие, что такое честь офицера и так далее. Потому что все теряется через преемственность. Даже вот смотрите, если три поколения, и каждый потеряет 10% информации, на третьем поколении утеряно 30% информации и принципов взаимоотношения внутри одного социального слоя, то это уже совсем другая среда будет. Это будет среда пакостная. Разве такую вещь затронуть тогда в той передаче не затрагивал. До переворота 1917 года действовал дуэльный кодекс в офицерской среде и в сословной дворянской среде. Сословие дворян, военное сословие. Хоть оно и разлагалось к тому моменту уже, но тем не менее. И за свой язык человек должен был ответить. То есть старший на младшего орать матом ну не мог. По одной простой причине ему вежливо бы предложили поучаствовать в дуэли, ответить за свои слова. И если бы он отказался, а был такой случай с Александром Третьим, когда он публично оскорбил одного офицера, тот его пригласил, а Александр Третий не принял вызов. Ну на выходе Александр Третий, невзирая на то, что он сделал очень много для России, лицо потерял в своей среде. А по тем временам это было очень много. В нынешнее время нет. Вот мили что хочешь, а ниже стоящие естественно боятся говорить в лицо начальству о том, кто они есть на самом деле. Когда то их в ответ материт и все такое. То есть оккупация в настоящее время это не войска, зашедшие на территорию противника, а это комплекс мероприятий по изменению мировоззрения коренных народов через информационную обработку, через контроль банковской системы, через владение ресурсами страны. Все. Я думаю, что здесь можно подвести такой итог, что оккупация, любая оккупация, подразумевает смертность превышает рождаемость, заселение другими народами. Вот просто так ставьте галочки, есть такое или нет. Дальше. Удражание жизни для коренных народов. Больше коренным народам приходится работать. Работать не на своих предприятиях, а на предприятиях кого-то другого. Подменяется образование вместе с образованием и мировоззрением. Вводится другая речь, то есть другой язык. Естественно, что ориентируется страна на другие чужие деньги. Но в конечном итоге убирается родная вера и подменяется чем-то другим. Вот если это есть проявлено больше или меньше, значит, мы находимся в оккупации. Идем дальше. Анна Кошкина. Вопрос. Вернуть человека с грубо измененными психическими процессами, с источником проблем на тонком уровне в нормальном состоянии возможно или невозможно? Я полагаю, что невозможно. Тонкие какие-то первоначальные вещи могли лечить старцы либо люди, обладающие высоким энергетическим потенциалом, и то не все. А грубые изменения маловероятны. Но слишком еще раз тело внешнее. Если вы видите в теле уже внешние изменения, сумасшедших их, как правило, видно даже не по глазам, а положению тела по очертаниям лица и так далее, по непропорциональной фигуре в том числе. то это первичные признаки того, что программа душа не может построить полноценный объект таким, каким его предусмотрел создатель. Вот и все. Поэтому маловероятно. Ну, не знаю, я насколько по психиатрии читал, работ нигде с этим не сталкивался, ну и на собственном опыте такого нигде не видел. Но здесь у нас не совсем психиатрия все-таки, здесь у нас психические процессы, психические процессы присущие изменения, психические процессы присущие всем людям. Исходя из варновости, у кого-то они больше подлежат изменению, у кого-то меньше. Чем начальнее варна, тем больше возможность перепрограммирования. Так вот, если тех, у которых изменения психических процессов произошли, поместить их в определенные условия с правильным поведением, с правильными программами, то через какое-то время восстановление всех процессов психических очень быстро будет восстановлено, очень быстро произойдет. А, если в этом ключе, Алексей, извиняюсь, переприваю вас, да, тогда правы, вы правы, да. Я думаю, о чейном человеке речь идет, а если об обществе, то да, это можно. Вот дайте мне, например, на хотя бы годик средства массовой информации государственного уровня, и вы увидите, что через год страна заживела совершенно по-другому. Не в худшем случае, не в худшем направлении, а в лучшем направлении. Все почему-то вспомним, что они творцы, все почему-то захотят что-то делать, производить, причем делать так, чтобы это было лучше, чем у других, а не хуже, чем у других, чтобы был достаток, а не деньги. У нас сейчас кто, деньги зарабатывает, а надо, чтобы стремились к достатку. Вот это большая разница. То есть, всего лишь у нас это переадресация. Другие фильмы будут показываться, другие передачи будут показываться, или, может быть, даже те же передачи, но только с измененным внутренним содержанием. И, уверяю вас, до нормального состояния, по всем источникам проблем на тонком уровне, все будет восстановлено. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Вадим, как ты относишься к теории Рыбникова о всероде, что мы и всесущие есть суть взаимодействия электроатомов всерода? Я, честно говоря, не слышал об этой теории. Вы, с того, что услышал от вас в формулированном вопросе, где-то, возможно, наши идеи перекликаются, кто его знает. Дело в том, что мы говорим об одном, но на разных немножко языках, каждый с учетом собственного опыта и с учетом собственного мировосприятия. Поэтому, возможно, мы даже об одном и том же говорили. Не знаю. Вот все ответим. Хорошо. Далее Зоя продолжает. Почему так называемые малые народы с их религиями так преуспели в захвате власти? А того, кого вы называете так называемый малый, он не малый, он кочевой. Ха! Вот они как раз власти захватили-то. Но почему они преуспели? Ну, потому что они всегда работали с верхушкой. Ведь иудо-христианство создано-то было ведь имя. А знаете там, на чем все работает? Но опять я сейчас, наверное, уплыву куда-то в сторону, отвечая на ваш вопрос. Но он мог бы нам говорить. А на трех постулатах там все держалось. Слуги подчиняйтесь хозяевам, ибо это богоугодие. Ну и парочка таких же вот еще сентенций. И все. И как отмечали историки христианства, как правило, захват происходил через подкуп князей. Даже не подкуп, а просто их переводили из родовой веры в вот эту вот странную смесь. Скажем так, ну, в религиозную идеологию, вновь привнесенную. И все. И если вы думаете, что там работают какие-то сложные схемы, все очень просто, если это разложить по полочкам. А в итоге работает, ну, скажем так, дьявол ведь никогда не действует без воли человека. Всегда предлагается. А дальше человек делает выбор. Подкупить ведь можно не каждого человека, только того, кто это хочет сделать. Ну, кто знает себе цену. Вот и все. А кто говорит, что моя жизнь цены не имеет, она бесценна. В том плане, что она выше всех этих ваших материальных оценок. То такого человека подкупить невозможно. А все остальное, это ведь использование человеческих пороков, слабости и так далее. А это все опять относится к глубинным вот тем метафизическим процессам и к полевым структурам. Люди, еще раз, это проявление тех процессов, которые происходят на информационно-полевом уровне. Вот. Но мы активные участники этого процесса. Это как онлайн-игра. А почему они преуспели? Ну, потому что для других они закрыли часть знания, а сами это используют. Ну, в том числе используют они и черную магию и так далее. Обряды там определенные. Это тоже работает. Можно в это верить, можно нет. Но работает все тупо через подкуп. Вот есть очень забавная книжка. В 19 веке ее написали, как иудеи в Австро-Венгерской республике, точнее в Германии, стали командовать всей банковской системой. А все очень просто. Немецкие князья были хорошими вояками, но абсолютно плохими хозяевами. Деньги тратили налево и направо. А те им давали деньги в долг. Ну, и когда оказалось, что там долги уже превышают все возможные, те самые, как правило, прощали. А за это покупались звания рыцарские, дворянские, воинские. И вот таким вот образом, за счет торговли звания, практически чем, их допустили в военное сословие. Эти ребята получили возможность управлять той же Германией. И когда нам говорят, что Ленин немецкий шпион, да не немецкий он шпион, потому что банковской системой в Германии руководили не немцы. Вот так. Ты знаешь, здесь надо все, мне кажется, разложить по полочкам. Во-первых, есть разные человеки и люди, населявшие нашу Землю. И для каждого из этих видов и подвидов существует свое направление деятельности. К примеру, есть те, кто созидатели. Есть те, кто хорошие, например, производители. А есть те, кто хорошие, такие программные машины, которые прекрасно исполняют программу. Вот для созидателей тоже существует своя программа, которая далась свыше от, ну и через предков она была здесь введена. Созидать надо, не захватывая чужое, не залезни чужое. Жить надо в ладу с природой, в мире с другими и так далее и тому подобное. Просто делать свою жизнь лучше и делать мир лучше через себя самого. Те, кто хорошо повторяет что-то, ну для них своя программа – это вот повторение. Одни сделали творцы, передали, и те, значит, хорошо это выполняют. А есть просто программные такие комплексы, в которых можно заложить любую программу. Примером тому является Советский Союз. Когда иным народом были заложены прекраснейшие программы человечности. Человеколюбие. И эти представители, казалось бы, иных народов очень себя хорошо показывали. Но при этом, например, наследники этих же людей себя здесь могут вести совершенно по-другому. Потому что программа действий изменилась. Вот те, которые творцы, они как были творцами, так и остались. Но, видя безоходность, они начинают себя уничижать. И пример в том огромное количество. А эти вырываются на свободу и дают возможность проявить все свои качества. И подчас не самые лучшие в этом направлении. Так вот, для таких вот робота-машин была придумана специальная программа. Программа захвата других земель, других народов и порабощения их. И сейчас эта программа подошла к концу. Потому что срок испытаний закончился. И пора тем, кто является творцами, восстанавливать все порушенные связи. Восстанавливать свои рода. Браться за ум. Ну и жить так, как предписано это свыше. Вот потому и было. У нас что захватили, но всему приходит конец. И сейчас те, кто захватить-то захватил. Ума на это хватило. Да и ума-то большого не надо. Это для хитрости и обмана. А вот как это все удержать, чтобы самих себя не уничтожить? Вот это большой вопрос. А сейчас уже земля очень сильно, экология земли очень сильно подорвана. И их касается это тоже самое все. И помоек все больше становится, которые они сами же и создали. И запашок от помоек до них тоже доносится. И водичка отравленная становится. И пища все больше с химией. И они уже тоже начинают репу чесать. Что-то захватить-то захватили, как в стишке. Цветет медвянный вереск, да меду мы не пьем. Ну ладно, идем дальше. Дед Дедов, вопрос эфир. Вадим, а индийцы и индейцы – это преимущественно белые или преимущественно черные? Ну, смотрите, по антропометрическим. В принципе, индийцы, там как белые есть, так и черные, там смесь. Но для чего ведь создавались в свое время касты? Верхние касты – это как раз представители ариев, которые туда пришли, откочевали. Из-за определенных причин. И каста воинов и брахманов, им же смешиваться запрещалось между собой. Хранили верхние знания и с нижними не смешивались. А индейцы, по моему мнению, так это скорее всего белый народ, белая раса. Ну вот где-то или малый, или средний, которые каким-то образом оказались на территории Северной Америки. Потому что те работы, которые смотришь по индейцам, именно которых уничтожили, ну, они больше на нас похожи. Никто же не отменял антропометрические признаки. Хоть их называют там красной расой, да ничего подобного, это все делалось специально. И просто из-за непонимания того, что рас всего две. А вот к какой группе относятся, я вот считаю таким образом. А вы просто на внешний облик посмотрите, и все на цвет кожи в том числе. Ну, цвет кожи не самый главный признак. А вот голова, да, глаза, нос, уши и все такое. Вот по этим признакам можно сделать определенные мнения. По языку сложнее не скажу, потому что специально надо изучать все эти дела. Меня интересовал только один народ, переходный вот этот. Там я по конструкции нашел эту информацию, да. Ты знаешь, если сравнивать, например, индусов, то там, да, есть разные варны, есть разные касты с точки зрения индуистского направления, не с точки зрения славяно-арийского, а с точки зрения ихнего, да. Это все-таки отличается, скажем так. Отличается очень сильно, местами радикально отличается, потому что там слишком все упрощено и зашорено, там определенные рамки такие жесткие. У нас таких рамок не было. Так вот, там есть разделения, которые конкретно указывают, вот это все-таки негроидные народы, а это не негроидные народы. И вот если мы посмотрим даже фильмы с теми людьми, которые там присутствуют, мы конкретно видим, что индусы, индузу, в общем-то, хотя и брат и товарищ, но они разного рода племени. А если мы еще возьмем индейцев, так называемых, то если мы возьмем фотографии, какие-то старинные, и изображения, и описания, то мы с удивлением обнаружим для себя, что северные, так называемые индейцы, почему-то очень и очень похожи на, скажем так, славянские племена. И по внешнему виду, и по цвету кожи, и по описаниям жизни, и по поведению. А южные индейцы, это вот как раз те, кого называют краснокожими, они как раз вот несколько отличаются по и внешним признакам, и по манере поведения, и по принципам жизни от славянских народов и племен. Так что индейц индейцу, индус индузу все-таки не всегда по родне является близким каким-то человеком. Еще могу дополнить по поводу изображений именно в Индии. Вот, допустим, статуя принца Бахубали. Это вообще не наша цивилизация, если вы внимательно присмотритесь к этим древним изображениям. У них другая геометрия тела и немножко другие пропорции. И это не некие там скульптурные допущения, потому что скульптуры животных, допустим, выполненные в это же время, достаточно точно передают строение современных животных. То есть корова не изменилась. А вот люди изменились. Допустим, углы поворота рук, положение позвоночника, ну и там некоторые другие принципы. Я так смотрел там для своей работы, собирал информацию. Ну такие дела. Поэтому вы различаете изображения предыдущей цивилизации, которые сохранились в статуях и в рельефах, от более поздних изображений. Такие дела. И еще хочу тоже уточнить от себя. Вот ты часто употребляешь слово «раса», и слово «раса» употребляется, вот у тебя даже на картиночке там было обнаружено, вверху и внизу, к белым и к черным. Но ведь если мы внимательно посмотрим, то слово «раса» имеет несколько значений, одно из которых это «белый чистый». Да, если мы говорим про расу, например, черную, то в этом случае как-то сразу возникает противоречие. Ну, в этом случае можно было бы написать, например, вверху «белый» и внизу «белый». Вот исходя из того, что там написано, если дословный перевод или «чистый» и «чистый». Но мы же не говорим так «белый» и «белый». Мы говорим «белый» – черный» или «белый» – не «белый». И в этом случае тогда есть все основания говорить «раса» – не «раса». И тогда будет понятно, что есть всего два направления – «раса» и «не-раса». То есть люди – представители расы и люди – представители не расы. Ну, мы же не можем себе представить, чтобы черный был белым или чтобы белый был черным. Это не с точки зрения кого-то уничижения. Это просто самое. Ну, вот есть белый цвет, есть черный цвет. И я не могу сказать, что черный является белым или белый является черным. Это как бы так у меня уже начались бы какие-то глюки, и мне надо было срочно в больницу забирать для того, чтобы там восстановить какие-то взаимосвязи в мозгах. Поэтому, если уж мы следуем понятиям «раса», то и с точки зрения переводов этого слова, и с точки зрения каких-то, опять же, ты ссылаешься на вед ведических писаний, ну, в общем-то, там есть конкретные указания. Роды асов, страны асов. «Раса» переводят с точки зрения ведических писаний, с точки зрения древних латинских высказываний. Это все-таки белый чистый. «Табула раса» означает белый чистый лист или белый чистая доска, на которой можно было чернилами что-то писать. Ну, чернила, черный от слова, да, идет. Вот если на белом мы чернилами будем писать, то в этом случае будет на белом понятно, что написано. Если же мы не чернилами писать, а чем-то белым, то видно не будет. Поэтому вот это противоречие я предлагаю как-то для себя отметить. Может быть, как-то это… Алексей, я поясню. Я брал немножко другую трактовку и объяснение слова «раса». Это перевод с санскрита, сделанный Яски, который анализировал древние тексты в Регрете. И там он давал следующее определение. «Раса, поток Земли, поток, идущий вокруг Земли в атмосфере». То есть это больше касается информационно-полевой структуры. И я не спорю вот с этим толкованием, которое вы привели. Просто я для своих работ, а у меня все крутится вокруг расшифровки термина «инь-янь», который является универсальным, символом, точнее, то это применительно к расшифровке символов. И то полевая структура, и то полевая структура. Какую расшифровку называли полевую структуру в славяне, арии и так далее, ну, это одно. Я использовал именно расшифровку с санскрита. Да, я помню, когда ты об этом рассказывал в прошлый раз, да, ты как раз ты говорил про то, что вот сказал, это вот информационный поток, вокруг и так далее. Но здесь, в данном случае, было применено это к людям. Это уже не просто информационный поток. Это уже привязано к человекам. А если это привязано к человекам, то тогда здесь, наверное, надо говорить уже тем языком, который относится к человекам. Когда говорили мы про санскриты, про что-то такое над землей, вокруг земли, это одно дело. А когда я говорю, например, про уже животное, про человека, про жучка, про это, я уже к ним как-то привязываюсь, чтобы было понятно, о ком идет речь. Поэтому если как-то вот в этом направлении, то, наверное, уже надо применять термины, которые бы были близки именно к человеку, а не просто информационному чему-то. А вот таким образом, если мы будем говорить, мы потеряем взаимодействие. То есть, еще раз, это полевая структура внутри полевой структуры, и они неотъемлемы, неразделимы. Человек есть проявление информационных структур. Вот как это ни крути. То есть тело – это частный случай от общей картины. А так это информационно-полевые структуры. Да, я с тобой согласен. Информационно-полевые структуры, они есть во всем, в том числе, например, они есть в воздухе, они есть в воде, они есть в земле, они есть в эфире. Но человек, как существо, уже созданное, вмещающее в себе все, он уже несколько иной объект. И он уже не является отдельно эфиром. Он уже не является отдельно, например, водой. Поэтому здесь, если мы говорим про полевую структуру, вообще – это да. Когда мы говорим про дух народа – это да. Но когда мы говорим уже про народ, как «на-род» от слова «род», то есть к чему принадлежит, по генетике, по крови, по-нашему, то, наверное, здесь надо применять уже те слова, которые будут понятны. Но человек, да, он имеет одну оболочку, вторую, третью. Есть частная, личная, есть общественная, есть родовая и прочее-прочее. Поэтому тут надо, мне кажется, такую вот все-таки грань проводить и хотя бы уточнять для слушателей, что вот это я имею в виду вот здесь. И когда уже мы сопоставляем два разных народа, те, которые больше к земле, и здесь ничего плохого нет, или те, которые к высшему, здесь тоже ничего плохого нет, то тогда надо говорить, вот здесь мы уже будем говорить вот это значение. И тогда все будет ставить на свои места. А то просто здесь в чате начинается уже кипение. Дяденька о чем говорит? С кем вообще разговаривает? Ну, давай еще в заключение вопрос зачитаю. Зоя Кукова. Мы сегодняшние белые в подавляющем большинстве грешники. Ух ты, как здорово завернуло-то. Значит, нам хана. Ну, еще тоже интересненько так, возвышающие. Не возродимся. Все, подавило. Я не про смешных говорю, а про русов, славян. Все? Кирдес нам, кирдыка. Хана, не возродимся. Грешники мы. Что скажешь? Ну, слово грешники, грех в переводе на обычный нормальный язык обозначает неправильные действия. Причем неправильные действия, которые совершает душа по отношению к своей информационно-полевой структуре. Семь грехов неправильных действий. То есть, перечитайте правоверное христианство. Там они все расписаны. Основные блуд, чревоугодие, гордыня и все такое. Вот, собственно говоря, зачем вы этот термин применили по отношению к нам? Не знаю. Ну, в смысле, огульно, ко всем славянам. Я, собственно говоря, сколько информации по тому же интернету мониторю. У нас количество адекватных людей еще достаточно велико, обладающих чувством юмора, чувством равновесия, у которых чувство справедливости есть, и есть совесть, и стыд. Другое дело, что количество таких людей из поколения в поколение может уменьшиться. Если инстинкты самосохранения сработают, ну, в том числе, благодаря нашим передачам, то, возможно, все изменится. Для чего, собственно говоря, мы тут пытаемся донести информацию правильную для всех. Поэтому я бы не был так категоричен. Я в руках человека. И пока еще проиграно сражение, но не проиграно война. Да. Ну, в общем-то, да, я думаю, что в данном случае, как это может быть, звучит парадоксально, но все зависит от нас. И говорить о том, что вот вы грешники и по этому до всех выходах. Вопрос, а в каком смысле мы грешники? В чем мы грешники? Одно из значений слова грех – это просто ошибка. Ошибка. Но ведь есть погрешность, слово такая, да, вот в армии, когда стреляют, вот прими погрешность на ветер, например, да, там прицельчик подправь, там расстояние на автомате Калашникова, да, эту фланочку передвинь, чтобы точнее бить. Ну вот. Так что грех – это еще не то, что тебя уничтожает. Это то, что можно всегда исправить, потому что ты совершил, ты исправляй. И если есть желание исправить, то в этом случае будет исправление. Сделай работу над ошибками и делаешь свои дела дальше. И так устроена жизнь. Ребенок ошибается, но если ребенок бы ошибся изначально, и эта ошибка ему приписана была как самый страшный грех, что на ребенке на все оставшуюся жизнь крестик, что ли, ставить? В смысле, не тот крестик, а другой крестик. В смысле, букву Х. Перечеркнуть все. Так вот, я думаю, что такого нет. Вот эти вот маленькие грешки и маленькие деяния неправильные ребенок познает, исправляет, и очень часто вырастает даже вполне порядочный человек. А если вполне порядочный человек, то в этом случае он и делает то, что должен делать порядочный человек. Поэтому все зависит от нас. И я думаю, что слово грех, грех, как и многие другие прославянские и славянские слова, попали в латынь и в другие языки. И там были немножко изменены. До этого, наверное, грех звучало, как горе. То есть, если ты что-то сделал не так, получишь горе себе, горечь. Ну, да, то есть, грех совершил, ну, получи теперь. Только в нашем мировоззрении, в нашей культуре, если горьковато, ну, поправь, добавь что-то, измени. А в бескультурии, где бесы у руля, вот там слово грех, это все, это уже штампик, печаточка такая. И теперь всю жизнь, будь добр, ходи и беся этим лбом с этой печатью об пол. Ну, ладно. На этом, я думаю, надо заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Давай будем подводить сегодня итог. Что же мы такого интересного с тобой наговорили и что надо пожелать нашим радиослушателям и зрителям? Так, ну что, собственно говоря, если там в эфире возникло недопонимание, не знаю, я изложил свою точку зрения, она очень достаточно простая. В мир надо учиться видеть во взаимосвязи всех его полевых структур. Тогда вы научитесь видеть цельную картину мира. Вы должны научиться думать, работать умом, а не отстаивать одну заученную один раз идею, вычитанную где-то. Я, например, никогда так не делаю. Если я над какой-то идеей работаю, я прорабатываю весь спектр материала, который только по этой идее можно найти. А дальше вырисовывается картина. По одному источнику никогда действовать нельзя. Все очень просто. Собственно говоря, пожелать, что хотелось бы. Перестаньте быть терпилами, которых может пинать каждый встречный кочевник, либо социальный паразит, который добился своего места, и кроме денег у него нет ничего. Я вот всегда задаю вопрос, как люди с оружием в руках, здоровые, сильные мужики могут клянчить денег у этих козлов, которые, собственно говоря, ничего из себя не представляют. Вспомните, что наши предки были воинами. Сейчас идет война в особой форме. Вот народ до чего довели, это еще же было в советское время. Еду в такси, спрашиваю, оружие есть с собой? А зачем оно мне нужно? Количество тяжких у нас в регионе в связи с близостью украинской границы гастарбайтеров выросло на порядок. А вот я его порежу, сяду, говорю, ну хорошо, а так прибьют тебя, горе, твои родни. Так ладно, тебя еще прибьют, ладно, насмерть, а так будешь всю жизнь под себя ходить. То есть, вот, если человек этого боится, даже сделать, по отношению к своему агрессору, ворогу, грабителю и так далее, то понятно, что он боится это сделать по отношению к своему начальству, которое зачастую представляет из себя никчемную биомассу. и пока вы не научитесь чувству собственного достоинства и не научитесь жить по тем заветам наших предков, мысли, слово и дело не должны расходиться между собой, и свои слова нужно отвечать всегда. Пророку от вас не будет, и сколько угодно можете трендить о родовых связях, о традициях, головы ленточками повязывать, в рубах славянских ходить и так далее. Но по сути вы будете не славянами. Кем угодно. Я там эти все в интернете свары иногда читаю, там, то русички называют, то еще что-то. Вы поймите одно, смысл слов с значением времени не менялся. Вот, пожалуйста. Волхвы. Слово волхвы взяло и велись, волос изменилось. Так, за 200 каких-то лет. А сейчас со словами происходит еще более сложная трансформация. Плюс информационные оболочки на это работают. Учитесь думать на войне, это очень важно. Еще раз просто повторюсь, сила человека, а право человека в силе, складывается из трех составляющих. Сила ума, сила воли и сила оружия. Человек должен уметь постоять за себя, отстоять, защитить свой род, народ и родину. Такие дела. Ну, вот, собственно говоря, и все. Всем здравия и помните о наших предках, которые сложили головы на полях сражений в этой большой сложной войне, которая была 70 с лишним лет назад, закончилась. У меня все, благодарю за внимание. Благодарю. Да, жестко ты сегодня, жестко мозги поломал, да, и козлами обозвал, и планктоном, кем там еще. Козлов не обзывал, я вот тех, которые... Про хороших, про нормальных я по-нормальному. Понятно, понятно. Ну, в общем, так это не сдержался, не удержался, высказался, ясно. Ты, Алексей, просто на то, что смотришь и происходит, и понимаешь, к чему это все приведет, знаешь, знаете, это еще и очень мягко. Говоря. Понятно. Ну, хорошо, что хоть мягко. Ладно. Я вот что хочу сказать. У нас как-то в очередной раз преобразование, какое-то неправильное в мозгах происходит, нас все время пытаются втянуть в какую-то поверхностную культуру. Почему поверхностную? То есть отображение чего-то, как фантик на конфетке. Вот красиво, главное, чтобы было снаружи, а что там внутри, ну, ерунда. Вот есть такой замечательный старый фильм, Сережа называется. Помните, когда мальчику маленькому, белобрысенькому Сереже дядя дает конфетку, говорит, вот тебе Сереженька конфетка, тут разворачивает, красивая упаковка такая, а там нет ничего. Тот ха-ха-ха. Сережа говорит, дядя, а ты дурак? Вот у нас, к сожалению, у нас, к сожалению, сейчас мы сами превращаемся в таких дураков. Мы берем только упаковку, мы хватаемся за упаковку. Да, конечно же, нужны и танцы, да, конечно, нужны и хороводы, да, конечно, и нужны и песни, это все обязательно, это все нужно. Да, и рубашки нужны, и символика наша нужна, и знаки наши нужны, все это нужно. Но если мы ограничиваемся только этим, то мы перестаем быть хозяевами. Мы превращаемся кого угодно в лицедеев, а известно, какие народы лицедейству очень подвержены, да, всем, наверное, известно. Мы превращаемся в каких-то показушников, известно, какие народы показушниками являются, ну, и так далее. Так получается, вы эти народы ругаете, но при этом занимаетесь этим же. Вопрос, а чем вы лучше их-то? Но эти народы хотя бы вами управляют, а не хотя бы власть в руки-то взяли. В их руках деньги, прочее, прочее, прочее. А вы-то кто? Вы лицедействуете, показушничаете, напяливаете на себя то, что даже порой не знаете, что это такое. Кичитесь этим. А дальше-то что? А я отвечу, дальше что? А дальше вы не хозяева. Хозяин – это тот, кто может обеспечить себя, свою семью, свою общину, свою державу. Но этого недостаточно. Хозяин – это тот, кто может защитить себя, свою семью, свою общину, свою державу. хозяин – это тот, который ворогу не отдает это все. А если вы только занимаетесь показушничеством и лицедейством, но при этом вы не хозяева, у вас нет ничего. У вас нет ничего. Вот посмотрите, внимание, на вас даже трусы китайские. У вас своего нет ничего. вы едите пищу отравленную и ругаетесь на это. Вы говорите о том, что нас загнали. Да, вас загнали, потому что, когда человек превращается в животное, то с животным поступают как должно. Его куда-то загоняют, его стригут, его отмогут резать, шкуру с него могут сдирать, потому что это животное. Если вы хотите быть человеками, станьте этими человеками, ну не надо никого ругать. Чего же вы кого-то ругаете, но при этом остаетесь тем, кем остаетесь? Вы станьте хозяевом. Для этого есть все, что необходимо. Не хватает одного, как говорил Матроскин. Помните, что он говорил? У нас, говорит, все это есть, у нас одного, ума у нас нет. Вот так вот, у нас нет воли, желания и понимания. Становитесь хозяевами. Хозяин, кто себя обеспечивает и свое окружение, рода, общину, державу, и может постоять за это. И никто из иных народов, из этих там, анунаков или там, рептилоидов, ничего не сможет сделать с вами. Потому что, как только вы проявляете волю, а воля может быть только божественная, не стремление к свободе, как у раба, а воля божественная, то в этом случае никто против вас и вашей воли выступать не имеет права и не будет. А вот когда вы безвольные существа, человекообразные, вот тогда и происходит то, что должно, что происходило с такими человекообразными существами. Еще раз низкий поклон тебе, Вадим, за то, что пришел. Жестко, конечно, кое-что сказал. Ну, ладно. Напоминаю, что сегодня, 8 мая 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных 27-й день месяца посевого наречения 7526-го лета, по одному из старинных календарей, или как еще его называют, жиреческий календарь. Зачем понимать взаимодействие материального и духовного мира, об этом рассказывал Владимир Мосин. Я напоминаю, что Народное славянское радио. Это радио, в котором, вернее, или на котором нет хозяев, мы не принадлежим никому, кроме самого народа. Мы слуги народа. И мы существуем благодаря народу. У нас нет тех, кто указывает, что говорить, когда говорить и как говорить. Единственное наше предназначение это доносить с разных сторон то, что есть в нашем мире и пытаться разобраться в этом и сделать этот мир лучше через себя. Не улучшая мир насилием. Я сейчас вас улучшу дубиной. Улучши сначала себя и потом уже изменится мир к лучшему. Так вот, Народное славянское радио это радио державное, которое восстанавливает державу. То есть тот уклад жизни, который необходим каждому из нас для счастья, благополучия и достатка. На 7 я с вами прощаюсь. С вами был Вадим Осин, Алексей Орлов, Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok